Всем привет, с вами Игорь, сегодня расскажу о своей системе отопления, на которую работает тепловой насос, в основном тепловой насос, но может греть ее также печка, потому что я ее раньше просто сделал. Итак, смотрим схемку, нарисовал я такую схемку принципиальную, конечно в реале она не совсем так тут расположена, но чтобы упростить понимание, так сказать, принцип всего действия, то я ее так вот упростил. Итак, начнем с теплового насоса, вот он, по ходу, так сказать, вот у меня стоит этот компрессор, насос, испаритель, это все стоит в веранде, вот это вот перестенок, и всюду через перестенок проходят трубы медные конденсатора, это выход с компрессора и назад, возврат. Тут теплоаккумулятор, сразу за стеной, сразу за стеной теплоаккумулятор, в котором, там по-моему, 15, две трубы медных по 15 метров, ну всего там, позапараллельные они, две трубки по 15 метров, да. Вот, и потом они возвращаются уже, когда уже тепло отдало, теплоаккумулятор, они возвращаются назад сюда, вот, то есть тепловой насос, можно сказать, работает на теплоаккумулятор, в первую очередь. Так, и тут, вот, первый совет, мое замечание, даже при том, что компрессор и насос стоит в веранде, все равно, в доме слышно работу компрессора, ну и насоса, наверное, тоже. Как-то передается звук через вот эти вот медные трубы в этот бак металлический, вот, и получается там такое, ну, в этой комнате, где стоит теплоаккумулятор, такое, как бы, низкочастотное гудение, ну не очень приятное. Вот, поэтому советую сам компрессор теплового насоса ставить там, где его не будет слышно, это раз, ну, где-то там в подвале, например, в какой-нибудь кладовке, хорошо звукоизолированной. И плюс еще выход с компрессора и вход подключать через, там есть такие, так называемые, виброгасительные патрубки, ну, там они такими кусочками небольшими, там где-то, как вот эта ручка, сантиметров по 20, по 25, 30, они мягкие, то есть они не передают вибрацию. Вибрация, она, если есть, то она остается вся на компрессоре, и оно не идет сюда. Вот, или сделать просто петлю медной трубы, или даже две петли, вот, но лучше все-таки, я думаю, виброгасительный вот этот вот патрубок поставить, чтобы не было слышно в доме вот этого звука. Вот, дальше, вот, тепло передалось через стенку, перестенок между верандой, и сюда попало в теплоаккумулятор на 400 литров, это просто сваренный, с листового металла ящик, просто металлический ящик, даже не утепленный, я его сначала думал утеплять, а потом так подумал, зачем его утеплять, если он стоит в доме, и отдает тепло в дом, то зачем его утеплять, меньше радиаторов надо будет ставить, а ящик на 400 литров, я вам скажу, неплохо так отдает тепло. Дальше, здесь у меня стоят два краника, это выход теплой воды, это вход снизу, снизу вход, сверху выход, ну, из системы отопления. На выходе у меня стоит циркуляционный насос, вот он так вот помеченный, кружочком с хрестиком, то есть он как бы высасывает теплую воду сверху из теплоаккумулятора. Дальше, после циркуляционного, он у меня работает всегда, вот этот циркуляционный насос, то есть компрессор включен или выключен, там, не имеет значения, тепло из теплоаккумулятора отбирается всегда, постоянно, круглосуточно. Дальше, ну вот, вышла вода, и тут она у меня делится на две ветки, на две ветки, то есть одна ветка пошла вот сюда, вот, в систему радиаторов, это у меня, ну, я так нарисовал, тут не один радиатор, тут 4,3 метра радиаторов, вот в этой секции, и в одной ветке, вот, зашла она сверху, по диагонали вышла, тут у меня, раз, два, 4 радиатора, метровый, метр 80, 70 и 80 сантиметров, это 22 тип стальные радиаторы, высота 50, только длина разная, ну, они, в принципе, все одинаковые, там, 22 типа, все 50 высота, только разная длина, и вот этих радиаторов у меня в этой ветке, одной, первой ветке, 4 и 3 метра, вот, подключение, подключение радиаторов советую только диагональное, вот так вот, по диагонали, это оно, как бы, считается базовое подключение, вот, я уже на своем собственном опыте убедился, что это самое лучшее подключение, особенно для низкотемпературных систем, так как оно обеспечивает максимальную прокачку воды, объема воды за какое-то время, то есть, очень хорошая прокачка, очень равномерный прогрев самого радиатора, и вверху, и внизу, и по углам, ничего нигде не застаивается, вот, у меня раньше было вот такое вот подключение, когда система отопления работала от печки, дальше мы до нее дойдем еще, вот, вот такая вот система, то есть, две трубы, обратка и подающая, и от нее через тройники, вот так вот подавалась сверху подача, внизу, то вот эта система, она намного, хуже работает, чем эта, то есть, радиатор неравномерно прогревается, внизу, он заметно холоднее, чем сверху, заметно, прям даже на ощупь, вот, я думаю, что это все из-за вот этих вот тройников, они очень сильно уменьшают скорость потока, вот, тут сам тройник, он зауживает сильно, и плюс еще и угол 90 градусов, поменять потоку воды, а тут у меня этого нет, тут просто оно зашло, тут вышло, вот, следующий радиатор, ну, тут внутри 4 радиатора, оно вот так вот тоже выходит, и плавненько переходит в следующий радиатор, то есть, нет никаких углов, никаких переходов, колен, тройников и так далее, вот, поэтому советую под низкотемпературную систему, только вот такое подключение, самое эффективное, я это уже испробовал на своем опыте, дальше, так у меня работает первая ветка, вторая ветка, вот мы видим, тоже с циркуляционного насоса пришла первая, и вот от него тоже пришло ответвление во вторую ветку, тут тоже получается радиатор, у меня блок радиаторов, это не один радиатор, метр семьдесят, о, вот так вот, метр семьдесят, тут два, да, два радиатора, метровый, и 70 сантиметров стоит, ну, это чисто схематично, тут оно на комнаты все делится, но я же не стал это все разрисовывать, чтобы было, как бы, понятней, дальше, вода выходит, и тут у меня стоит тройник, ну, тут никак без тройника, тройник и на обратке, тройник, то есть, вода может идти в бойлер, тоже бойлер на 400 литров, в нем тоже идет металлопласт, переходит на медь, и здесь, внутри бойлера, я уже не помню сколько, метров шесть, медной трубы, диаметра, даже уже не помню, какого диаметра, такая довольно толстая, да, тут стоит краник, а, кстати, вот здесь вот тоже у меня два краника на теплоаккумуляторе, снизу и сверху, то есть, если я что-то делаю в системе, то краники можно перекрыть, и не надо сливать эти 400 литров, только сольется вода с самого радиатора, а в них довольно немного воды, так, дальше, бойлер, и потом она, как бы, идет, может идти сюда, если я открыл краник, если я не открываю краник, то это, смотря как мне по нужде надо, вот, и пошла она в следующий блок, вода радиаторов, этот блок у меня 2,4 метра, вот, это у меня метровый и метр сорок, это тот, что я метр сорок недавно добавил, метровый у меня был, ну, результаты добавки радиаторов в систему, я еще озвучу попозже, так сказать, еще наблюдаю, оцениваю, что, ну, в принципе, лучше, все равно, но еще пока что выводы рано делать, дальше вышла вот эта вода, опять же, снизу, и уже она пошла к печке, тут у меня стоит перед печкой еще один циркуляционный насос, то есть, надо понимать, что, ну, и тут топка, ребряк, я сам варил, это просто выходная труба, выходная труба, и между ней такие перемычки тоже с труб, примерно метр на 30 или 35, вот так вот высота, ребряк, то есть, получается, что систему отопления я делал именно под печку, это когда еще даже не слышал ничего про тепловые насосы и не знал, что есть такая штука, как тепловой насос, поэтому циркуль у меня, циркуляционный насос стоит здесь, но сейчас я даже и не жалею об этом, потому что я иногда протапливаю печку, ну, примерно раз в неделю, раз в неделю, где-то так я и протапливаю, на выходных, когда дома, вот, потому что дрова, они, как бы, есть, и кто живет в селе, тот знает, они, как бы, эти дрова сами появляются, ты их даже не покупаешь, не возишь, но там какое-то дерево обрезал, там что-то отдали какие-то доски, там строительные соседи, там еще что-то, еще, поэтому дрова, они постоянно, как бы, появляются, пускай в небольшом количестве, но надо что-то с ними делать, поэтому я печку на выходных все-таки топлю, вот, и дрова немного уходят, вот, и экономия электроэнергии, и плюс я еще и люблю топить дрова, ну, не топить, собственно, люблю, как горят дрова, они так хорошо потрескивают, и носом можно прогреть, если там простудился или шок, ну, что надо понимать, что тепловой насос, это как газ, то есть в доме, как бы, тепло, но, так погреться, так носа прогреть, как возле печки, там открыл дверку, и вот этот жар, такого нет, возле газового отопления, или теплонасоса, или какого-то другого, радиаторы, они просто теплые, вот, поэтому у меня вот эта старая система осталась, я добавил в нее тепловой насос, ну, тут кое-что переделал, ну, вот так вот оно у меня получилось, вот она вода, опять вышла с последнего радиатора, вот, вот этот циркуляционный насос, он у меня практически почти не работает, я ее включаю только, когда топлю, это раз в неделю примерно, а то и реже даже, вот, для прокачки он тут стоит на снизу, то есть он толкает воду в эту, вот, и когда я ее включаю, работает и этот, этот всегда работает, как я уже говорил, то этот помогает вот этому циркуляционнику, как бы, прокачивать по системе воду, они не сопротивляются один против одного, они, как бы, один одному помогают, ну, что вот здесь вот она вода вышла с ребряка и пошла уже прямо в теплоаккумулятор, а отсюда уже отсасывает вот этот вот циркуляционник, вот, ну, что я еще хочу посоветовать, во-первых, печка, это я считаю, всегда считал и всегда буду считать, что это самое надежное топление, ей не надо ни электроэнергию, ни газ, ничего ей не надо, главное, чтобы дрова были, поэтому печку не советую выбрасывать никому, какое бы вы отопление не делали, а если у вас его еще нет, этой печки, то я советую сделать, потому что сейчас такие времена настают, вы сами видите, что может быть, что угодно, что угодно, и с газом, и с светом, и всем остальным, когда есть у тебя дрова, и есть печка, то как бы, чувствуешь себя более уверенным в завтрашнем дне, еще один совет, бойлер, бойлер, если бы я вот делал сейчас, сейчас делал, то я бы как-то придумал, чтобы врезать его где-то вот здесь, вот, между тепловым насосом, между компрессором, выходом, выходом с компрессора и теплоаккумулятором, то есть, тут достаточно, от этой вот трубка, вот эта, которая выходит с компрессора, она у меня примерно 70-80 градусов, всегда, когда работает компрессор теплового насоса, когда он работает 70-80 градусов, и вот если вот этот кусок трубки, ну, тут, как я уже сказал, 15 метров, всего 2 метра, 2-2,5 метра запихнуть, типа, как бы сделать предконденсатор такой, вот, бойлер, чтобы снимать вот этот вот перегретый пар, температуру немножко, там она практически даже не уменьшится, потому что скорость паров реона, вот в этой трубке, а тут пары еще идут, потому что жидкость аж в самом низу, как бы, конденсируется в теплоаккумуляторе, а тут пары, они летят в этой трубке, в теплоаккумулятор, со скоростью примерно 10-12 метров в секунду, поэтому охлаждение, вот это вот 2-2,5 метра, тепловой насос он даже не заметит, ну, там, может, какое-то падение будет температуры, может, будет не 80 градусов, а 75-76, ну, оно будет очень незначительное, но, тем не менее, вода в бойлере будет очень хорошо нагреваться, ну, 50-60 градусов точно будет, если здесь пары фреона 80, примерно так у меня держится, вот, ну, вот такие вот у меня соображения есть, как бы я сделал сейчас, вот, бойлер еще, хочу сказать, бойлер у меня греется от ветряка, который сейчас на данный момент стоит на очередной переделке, и солнечных панелей, вот, ну, солнечные панели греют в ноябре, декабре, это, конечно, сильно сказано, что они греют, ну, так, когда есть солнце, конечно, подогревают, но сильно они сейчас не греют, поэтому вынужден догревать электроэнергией, хотя, ну, 30 градусов, конечно, маловато в бойлере, поэтому приходится немного догревать, вот, вот такая вот система отопления у меня, вот, давно хотел ее показать, у меня там и просили зрители, как она у меня работает, вот это, кстати, мой опыт, он показывает, что можно сделать низкотемпературную систему отопления, даже без теплых полов, то есть самими радиаторами, самими радиаторами, вот, ну, что я всегда говорю, что лучше всего делать тепловой насос под теплые полы, а, кстати, дом у меня 65 квадратных метров, ну, чтобы мы могли представлять, сколько радиаторов, на какую площадь, вот, я всегда, конечно, советую делать теплые полы под тепловой насос, ну, что они позволяют держать, как бы, минимальную температуру в системе, отопление, соответственно, тепловой насос, как знаете уже, кто смотрит мои видео, вот, то позволяет, как бы, самым большим коэффициентом эффективности работать компрессору, меньше электроэнергии есть, но, если у кого-то не получается, уже теплые полы, ну, дом уже готовый, так сказать, вот у меня, я даже представить себе не хочу, что мне надо сделать в доме, чтобы постелить эти теплые полы, это все надо раскурочить, ну, короче, это нереально, это нереально совершенно, а кто строится, кто строится только, то, конечно, надо закладывать теплые полы под тепловой насос, это был бы идеальный вариант, но, даже, если у вас уже все готово, и нет возможности сделать теплые полы, то вполне сгодятся даже радиаторы, это обычные радиаторы, стальные, ну, как у меня, 22 типа, вот только повышенное их количество, ну, у меня получается их, вот, 4,3 метра погонных, плюс метр семьдесят, это 5,6, да, 6 метров, и плюс 2,4, 8,4 метра, 8,5 метров, плюс очень хорошо отдает тепло, еще этот теплоаккумулятор на 400 литров, это бачок металлический, не утепленный, вот, и вот при таком вот количестве радиаторов, у меня сейчас, можно, я держу в системе отопления, там, перенастроил свой теплорегулятор китайский, у меня получается примерно, 32 градуса, выключается система теплонасоса, ну, я уже сделал, как она сама выключается, вот, включать, ну, там, 27, 28, вот, ну, об этом я еще отдельное видео сниму, понаблюдаю за системой, потому что я недавно добавил, я уже сказал, радиаторы, как оно будет работать, вот, так что можно, можно вполне, и делать и так, вот, ладненько, если какие-то такие есть вопросы, задавайте, всем пока, до следующих видео, этого видео,